Добрый вечер. О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дайвича и Ян Надежда Шабалина. Смотрите в этом выпуске. Еще два пациента скончались от коронавируса в области. А в Совете Федерации предлагают сократить новогодние каникулы до трех дней. И все опять же из-за пандемии. Сегодня летние кафе открылись, но какие требования должны соблюдать рестораторы? Пешком с риском для здоровья. В каком состоянии находятся кировские тротуары? Пыльные и грязные какие-то перекрестки в Кирове самые небезопасные с экологической точки зрения. Усадьба братьев Воснецовых. В каком состоянии сейчас находится родовое гнездо известных художников? Недолго сад был музыкальным. Как говорят про них психологи, люди с незрелым мозгом опять сломали пианино в Александровском саду. В Кировском инфекционном госпитале скончались еще две пациентки с коронавирусом. Это жительницы Налинского района. Одной было 87 лет, другой 89. Таким образом, число летальных исходов в Кировской области выросло до 28. Еще 28 человек сейчас в тяжелом состоянии. Девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки в регионе выявили 22 новых случая коронавируса. Общее число заражений на данный момент составляет 2686. По России в целом за сутки выявлено более 8200 новых случаев. Этот показатель уже долгое время остается примерно на одном уровне. Общее число заражений превысило 545 тысяч. По официальным данным, смертность от коронавируса в нашей стране составляет 1,33%. Уникальное время. Помимо свежей информации по заболевшим в соцсетях, сегодня можно полюбоваться ажиотажем в летних кафе. Они открылись в соответствии с постановлением правительства региона. Правда, приняли кировчан пока не все рестораторы. Некоторых смутили пункты в документе постановления. Особо остро стоит вопрос тестирования персонала таких заведений на коронавирус. Его обязаны проходить каждую неделю повара. Но это не дешевое удовольствие. На одного сотрудника в месяц – 8 тысяч рублей. Что еще беспокоит рестораторов, тему продолжит Евгений Абакин. Во-первых, мы расставили столы. Разрешено только 10 столов, поэтому у нас именно столько. Расстояние между столами больше полутора метров. Сделали летнее кафе максимально комфортным, а главное – безопасным, показывает предприниматель Петр Кочетов. Столы расставили строго по правилам – полтора метра друг от друга. Дезинфекторы на входе, покреативили и при разработке меню. Теперь выбрать блюдо можно через QR-код. Казалось бы, открывайте двери, доработайте, но подвох в документе. День открытия озвучили на словах, а его на сайте нет. Мы готовы полностью к тому, чтобы открыть свои двери, и нет самого главного. Нет постановления правительства Кировской области, на основании которого мы можем открывать свое заведение. То есть, юридически мы закрыты. Если сфера, например, торговых центров – это открыть двери, запустить персонал, то нам необходимо закупить продукты, нарезать их. Это каторга, наверное, тюрьма была, когда мы просто не видели личного контакта. Официант Дарья Булатова не обслуживает клиентов, а вместе с коллегами изучает меню. И кировчан она сегодня так и не встретила. Хотя мечтала, кафе не открылось даже после публикации документа. У Петра и его коллег есть вопросы. Особо спорный пункт о тестировании персонала. Каждую неделю, согласно постановлению, сотрудники обязаны сдавать тест на коронавирус. При нашем подсчете 8 тысяч рублей на одного сотрудника в месяц. При том, что мы не знаем сейчас, как заработать ребятам нам рот, чтобы они просто могли хоть какую-то работу иметь. А две смены – это 160 тысяч рублей в месяц. Где взять эти деньги на заведение, вообще не представляется, понимания нет. Если государство готово нам оплачивать, и правительство нам будет это делать по страховке или как-то еще, пускай они это скажут. Но эти факторы не смутили других рестораторов. Они открылись сегодня после обеда. Летняя кафе на Казанской 77Б только заработала и уже заполнена. Кировчане отдыхают и просто обедают. Жаль, что подавать грузинскую кухню нужно в пластиковой посуде, но так требуют надзорные органы, говорит Анастасия Левашова. Столы также здесь расставили согласно рекомендациям и даже готовы сдавать тест на COVID-19. Все сейчас должны проявить гибкость, терпение и понимание. И я со своей стороны делаю все для того, чтобы сохранить свой бизнес, сохранить бюджет семей моих сотрудников и моей семьи. Поэтому даже если бы нам сказали, что мы должны левитировать или делать сальто назад каждый раз, когда к нам приходят гости, я вас уверяю, что мы бы даже это научились делать, потому что работать – это самое важное для нас. Постановления вошли и другие пункты. Сидеть за столом не могут более двух человек, за исключением членов семьи. Также общепиту запрещено обслуживать посетителей в форматах банкет, фуршет, шведский стол. И все это до следующего оперативного штаба. В том числе из-за пандемии коронавируса новогодние каникулы в 2021 году могут сократить. С такой инициативой выступил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Эту меру он объяснил важностью поддержания экономики страны после потери из-за пандемии. Законопроект по сокращению новогодних выходных даст возможность сохранить экономику отечественных компаний, считает сенатор. Особенно это коснется тех, кто уже начал восстанавливаться после кризиса. И такой подход поможет компенсировать потерю доходов в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, пояснил Кутепов. Таким образом, новогодние каникулы в следующем году предлагается сделать с 1 по 3 января. Соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение министру труда Антону Катякову. Зато главная новогодняя площадь города станет ровнее. Театралку полностью заасфальтируют до 24 июня. Рабочим осталось уложить асфальтовое покрытие по всему периметру, поднять уровень колодцев и нанести разметку. На данный момент сделали небольшой участок у фонтана. Там осталось только проложить пешеходные дорожки. Сейчас рабочие приступили к укладке асфальта около областной доски почета. Над благоустройством театралки трудится бригада из 12 человек. На все работы из бюджета области выделено около 14 миллионов рублей. Используется асфальтовый кладчик, катки, автогудронатор для подгрунтовки основания. Изначально работала фреза, снимала старое покрытие. И сейчас также по подъему колодцев была применена там, где это возможно, специальная фреза для вырезания люков. На данный момент в Кирове ремонтируют не только театралку, а также 18 тротуаров. Но не до каждого опасного участка дойдут руки у подрядчика в этом году. Герой нашего следующего сюжета в буквальном смысле уже пострадал от неровного тротуара. Ссадина, ушибы и стресс. Вот чем обернулась обычная прогулка. Зоя Попцова прошлась по опасным пешеходным дорожкам города. Я получил травму вот на этом участке тротуара. Вернее, его отсутствие. 31 мая Николай Галышев так и не дошел до поликлиники. Запланированный прием к врачу обернулся повреждением руки. Напротив дома 24 по улице Труда он споткнулся на неровной тротуарной плитке. Упал в лужу, ударился. Но медиков вызывать не стал. Небольшие ссадины не вызвали беспокойства. Спустя несколько дней появилась гематома во все предплечье. Поскольку скорую не вызывал, ничего не было. Ну, царапины и царапины. Ничего страшного. Стал, ушел. На второй день выпал. И вот уже две недели это дело здесь недоказуемо. По словам Николая, тротуарную плитку уложили здесь еще в начале нулевых, когда строили многоэтажку. Пройти здесь можно только в одиночку. С одной стороны забор, с другой обрыв, а плитка давно уже требует ремонта. Удобства для пешеходов нет и на тротуаре по улице Чернышевского. Причем во время учебного года здесь ежедневно ходят школьники. Рискуют своим здоровьем не только взрослые, но и ученики близ лежащей школы. Потому что этот тротуар единственный на этой улице. После дождей здесь становится грязно, и дети вынуждены обходить это место по проезжей части. По словам местных жителей, тротуар разбила спецтехника, когда здесь ремонтировали теплотрассу. Здесь проводились ремонтные работы. Мы просто часто здесь ходили. И все разломала техника, но потом восстанавливать невозможно. То есть если пешком ты еще пройдешь, и то маленький ребенок запнется, то ни с коляской, даже ни с велосипедом, ни с самокатом тут не пройти. Ужасно, мне кажется. Можно было бы давно уже это все сделать. Ну, неудобно с детьми гулять. Плохой тротуар. Ну а что, тут не пройти, не проехать. Смотреть под ноги пешеходам стоит и в вересняках. Здесь для них уготована целая полоса препятствий. Попасть из вересняков на улицу Ленина можно только одним путем и только с риском для собственной безопасности. У тротуара провалилось бетонное основание и осталась одна арматура. Но несмотря на риск попасть под колеса, пешеходам приходится обходить ямы по проезжей части. Другого пути у них сейчас нет. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Мюро новостей, Давича. После сигнала активистов Общероссийского народного фронта и участия СМИ в Коминтерне на улице Семашка восстановили деревянный тротуар. Напомню, эту конструкцию кировчане сделали самостоятельно за свой счет. Но в мае рабочие разобрали настил, поскольку соседний участок начали благоустраивать по программе формирования комфортной городской среды. Жители улицы Семашка думали, что в порядок приведут их тротуар тоже. Но, как выяснилось, в проект он не вошел, а демонтировали его по ошибке. Чтобы загладить вину, власти посыпали тротуар асфальтовой крошкой, но ходить по ней было неудобно. Тогда в проблему вмешались активисты ОНФ. В свою очередь они направили обращение в администрацию, чтобы подрядчик восстановил тротуар. Водолазы очистят один километр дна реки Вятки. Работы проводят в рамках подготовки платного и муниципального пляжей к купальному сезону. Открытие их официально власти планируют с 1 июля. Очисткой дна занимаются 6 человек. Сегодня водолазы тралят. Один человек идет по берегу, двое едут на лодке и тащат трос. Находящийся на дне мусор – это коряги, кустарники, деревья, бутылки, провода – автоматически цепляются за него. После чего их вытаскивают на берег и вывозят с пляжа. Очистка на реке проходит один раз в сезон. Повторная процедура возможна в случае понижения уровня воды в Вятке. Для безопасности кировчан на реке установят сигнальные буйки. Кроме того, на пляже будут дежурить медики и спасатели. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Обращаюсь непосредственно к родителям, но ко всем остальным. Не рискуйте, не рискуйте и соблюдайте правила. Далеко не заплывайте, особенно когда будут установлены буйки. Не пытаться доплыть до другого берега, ну и до любых плавсредств, которые в моторной лодке ходят по реке. Ирина Рубцова уходит из Кировской мэрии. С 2004 года она возглавляла городское управление градостроительства и архитектуры. И теперь написала заявление об увольнении по собственному желанию. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Елена Чехомова. Лена, информацию об увольнении уже подтвердили в администрации города. Да, заявление написано и подписано. Справедливости ради, давайте скажем, что далеко не о каждом чиновнике, который уходит со своего поста, мы рассказываем. И возможно многие телезрители даже не слышали эту фамилию, но надо понимать, что действия и разрешения главного архитектора города не увидеть, не заметить в итоге все-таки нельзя. И сейчас СМИ припоминают громкие стройки города, связывая их с Ириной Рубцовой. Лена, давай приведем конкретные примеры и освежим в памяти кировчан. Охотно. Например, 25-этажные алые паруса в центре города. Торговый центр Крым на месте сквера в районе филармонии. Новый отель у цирка, многоэтажка у город-администрации, ну и, конечно, парк Победы. Как пишут СМИ, на суде по делу парка Ирина Рубцова признала, что по просьбе главы города Владимира Быкова участвовала в разработке схемы, чтобы законно продать участок под застройку. После этого, впрочем, бывало и до, некоторые депутаты городской думы требовали ухода архитектора. Практически 17-летняя история невнятной градостроительной политики и непонятной градостроительной политики с придумыванием каких-то схем причинения ущерба нашему городу, ну, наконец-то подошла к завершению. Деятельность госпожи Рубцовой на посту архитектора должна была быть закончена еще в 2011-2012 году, когда она сама придумала схему законного, на ее взгляд, причинения ущерба нашему городу на 150 миллионов рублей и продажи по заниженной кадастровой стоимости этого куска парка Победы. Сама Ирина Васильевна отказалась комментировать свой уход, но это сделали другие кировчане, знакомые с ее деятельностью. Прошедшие 16 лет ознаменовались в архитектурной политике города Кирова совершенно страшными жуткими явлениями, потому что мы все это видели, строительство жилых микрорайонов без социальной инфраструктуры, мы видели строительство объектов капитальных в скверах и парках. Даже напротив город-администрации это гигантский дом, который строился по ночам нелегально. Мы увидели, как уничтожается наша старинная. Впрочем, сама Ирина Рубцова не раз говорила в своих интервью, что во-первых, в городе все не так плохо, а во-вторых, что человек на такой должности не всесилен. Кстати, у нас нет главного архитектора, как в некоторых других городах, а начальник управления далеко не на все может влиять. С этим согласился кировский архитектор Константин Павлов. Лена, я правильно понимаю, что есть разное мнение насчет Рубцовой? Да, так и сложилось. Рубцова не стопроцентный антигерой, считает, к примеру, руководитель строительной компании Дмитрий Сергеев. Хотя, конечно, никто не снимает за счетов последствия применения различных схем, многочисленные изменения генплана. Ирина Васильевна, она же не занимала ключевую должность в администрации, да, то есть она была руководителем направления. Над ней были еще и вышестоящие руководители, наверное, ответственность за все, что происходило в городе, с их счетов сбрасывать тоже нельзя. То есть в большей степени она, наверное, все-таки была исполнителем, а не вдохновителем и не инициатором тех или иных изменений, как хороших, так и плохих в городе Кирове. Кстати, говорить пока совсем уж в прошедшем времени еще рано. Да, заявления подписаны, но сейчас Ирина Васильевна на своей должности по-прежнему. Две недели дорабатывает, а с 1 июля уходит в двухнедельный отпуск и теоретически в любой момент может передумать. Лена, спасибо за информацию. Мы будем следить за развитием событий. Продолжаем. Бывшему главе города-экс-председателю областного законодательного собрания Владимиру Быкову продлили домашний арест. На этот раз до конца июля. Решение принял Первомайский районный суд. Домашний арест Владимиру Быкову продлевают уже в третий раз. Бывшего главу города задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, он получил от одного из предпринимателей более 7 миллионов рублей. Позже в ходе следствия вскрылись и другие преступные деяния. Сейчас в его деле не менее пяти эпизодов, которые связаны с делами о заправке автобусов АТП, печным топливом, махинациями в компании электронной проездной и продаже земли в парке Победы по заниженной стоимости. В селе Малома, Шабуры, поселках Латышский и Верхняя Валманга Апаринского района закрывают отделение почты из-за убыточности. Об этом активистам ОНФ рассказали местные жители. В населенных пунктах нет сотовой связи интернета. Почта для людей – единственное место, где можно оплатить коммуналку, налоги, телефонную связь, оформить подписку на периодику, купить продукты и хостовары. Если отделение закроют, местным придется ездить на автобусе за десятки километров в райцентр. Большинство жителей – пенсионеры, у которых нет автомобилей. Такое испытание для пожилых людей, особенно в период пандемии, опасно для здоровья, уверены местные. Поэтому люди просят не закрывать отделение. Ситуацию прокомментировали в Почте России. Ведомстве попытались успокоить местных жителей. Там прояснили, что жители будут получать все услуги на дому. Почтальоны доставят пенсии, пособия, корреспонденцию, товары первой необходимости и примут оплату коммунальных услуг с помощью мобильного почтового кассового терминала. Плату за электроэнергию. Где мы будем платить? Куда? За квартиру куда надо платить? Мы всего лишимся. Как-нибудь просим, умоляем вас, не закрывайте почту. Мы все старые, нам в 7-9 десяток уже здесь в поселке. Мы все старики здесь. Ведь мы вообще будем оторваны от мира. Мы направили официальный запрос в Управление Федеральной почтовой связи по Кировской области, чтобы они пояснили нам, какие планы у них действительно в отношении этих отделений. А дальше уже будем действовать согласно тому ответу, который получим, а вплоть до обращения в прокуратуру. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди много интересного. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Пыльные и грязные такие перекрестки в Кирове. Самые небезопасные с этологической точки зрения. Усадьба братьев Воснецовых. В каком состоянии сейчас находится родовое гнездо известных художников. Недолго сад был музыкальным. Как говорят про них психологи, люди с незрелым мозгом опять сломали пианино в Александровском саду. Это «Дайвич» и мы продолжаем. Перекресток улиц Ленина и Блюхера в Кирове весьма опасен с экологической точки зрения. Он считается одним из самых пыльных и грязных. Сегодня специалисты Министерства охраны окружающей среды и областного природоохранного центра провели на этом перекрестке замеры воздуха. Что показали приборы, расскажет Наталья Бакерина. Метеостанция и газоанализатор – два прибора, которыми измеряют уровень загрязнения воздуха. Но перед тем, как их включить, специалисты фиксируют метеопараметры. Они влияют на результат исследований. Давление сегодня 753 мм ртутного столба. Температура воздуха 24 градуса. Влажность 41%. Скорость движения ветра до полутора метров в секунду. Перекресток Ленина-Блюхера – один из самых оживленных в городе и один из самых грязных. В 2010 году, когда лето было аномально жарким, здесь фиксировали превышение таких веществ, как фенол, диоксид серы, диоксид азота и других. Сейчас воздух здесь чище, но специалисты берут пробы каждый месяц и отслеживают ситуацию. Как и на перекрестке Щерса и Производственной. Данные приборов передают в администрацию города и уже там должны принять меры. Это озеленение, это организация дорожного движения. То есть это то, что в силах организовать быстро и оперативно. Кроме того, многие водители устанавливают газовые оборудования, соответственно, и вредных выхлопов становится меньше. Их объем снизился на 17 тысяч тонн в прошлом году в сравнении с 2018. Вот и в этот раз превышение опасных выбросов специалисты и не обнаружили. Эксида углерода у нас получилась 1,53, диоксида серы, фенол и диоксида азота менее предела обнаружения. Судя по состоянию моей обуви, здесь довольно пыльно, хотя все показатели сегодня в норме. Если вас не устраивает состояние воздуха, можно обратиться в Министерство охраны окружающей среды. Наталья Бакирина, Александр Нестеров, Бюро новостей, Довича. Наследие исчезает. Жители села Рябово беспокоят состояние усадьбы братьев Воснецовых. По его мнению, выделяемые деньги тратят не на то, что нужно. У местного жителя много вопросов к реконструкции объекта, но в музее с этим не согласны. В ситуации на месте разбиралась Елена Шарыгина. Дом на берегу пруда в селе Рябово Владимир Кутергин построил сам своими руками. Причем сделал свое жилище в деревенском стиле. Крестьянский сын, так он сам себя называет. Здесь росли его родители, поэтому историк выбрал для жизни это место. Тем более на другом берегу пруда расположена усадьба братьев Воснецовых. Место культовое, говорит Владимир. Вот только разрушается наследие, сетует мужчина. Вообще нет усадьбы-то, как историческая усадьба-то. Ее нету, она уничтожена. И основное произошло, это застройка усадьбы никчемными а-ля 90-е амбарами. Люди руководили, они формированы в 90-х годах. И вот у меня сразу ощущение появляется, что не появятся ли из-за амбаров и конюшен малиновые пиджаки. По мнению Владимира Кутергина, деньги на развитие туризма тратятся не на то, что нужно. Новые экскурсии и маршруты не придумывают. На территории построили современное бревенчатое помещение. Все это возмущает местного жителя. В том числе то, что изначальный облик усадьбы не восстанавливают. Здание самой усадьбы – это единственное, что сохранилось в историческом виде. Все остальное было переделано или вовсе утрачено. Например, на этом месте был колодец, а здесь располагались конюшни. План усадьбы в корне не совпадает с архивными документами. А это важно, говорит Владимир Кутергин. Вообще, по его мнению, сотрудники музея не занимаются историческими исследованиями и реконструкцией заповедника. Например, церковь восстановлена неправильно, то есть не на том месте. На этом месте стоял храм Иоанна Предтечи. Первая его часть была построена в 1796 году. Но в советские годы эту церковь снесли. Сейчас от нее остался один фундамент. Но по старым рисункам братьев Васнецовых можно догадаться, что алтарь был с той стороны, а сам храм был здесь. Музей художников братьев Васнецовых-Рябова – это филиал Вятского художественного музея имени Васнецовых. Поэтому за его состоянием должны следить из Кирова, из головного музея. Если дяд заявили там, ежегодно выделяют деньги, развивают заповедник. Например, в 2020 году на содержание усадьбы выделено больше 4 миллионов рублей. Из этих денег сотрудникам выдают зарплату, оплачивают коммунальные платежи. Остальное – на текущие расходы. В 2018 и 2020 годах из-за угрозы жизни посетителей были удалены с территории усадьбы аварийные деревья. В 2019 году произведена модернизация электроснабжения здания музея в Рябово за счет средств областного бюджета. Ежегодно на территории усадьбы музея проводятся работы по поддержанию противопожарного состояния, а также обработка территории усадьбы от клещей. По подсчетам сотрудников, в прошлом году музей-заповедник посетили 20 тысяч туристов. Владимир Кутергин считает, в свою очередь, что цифры завышены. Ведь, как он рассказал, к нему постоянно обращаются посетители усадьбы и жалуются, что наследие и крестьянский дух утрачены. А значит, и туристов, и ценителей деревенской жизни это не привлекает. Елена Шарыгина, Сергей Лошкарев, Бюро новостей Довича. Кировские вандалы разбили антикварное пианино в Александровском саду. Выломали крышку и сломали внутренний механизм инструмента. Сейчас на нем невозможно играть. Напомню, пианино поставили в ротонде Александровского сада месяц назад. Его безвозмездно предоставила кировчанка. Она купила квартиру, где стоял этот музыкальный инструмент немецкого производителя. По данным специалистов, ему около 100 лет. Отмечу, это пятая по счету пианино в Александровском саду. Устанавливать их с 2017 года начал активист Антон Бельтюков, чтобы порадовать кировчан. Но каждый инструмент разбивали, поджигали или ломали. Отмечу, что в ротонде нет камер видеонаблюдения. Тем не менее, активисты планируют обратиться в полицию, чтобы найти виновного. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, что вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Надежда Шабалина. До встречи.